Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Асина и, конечно же, песня Саи. Да, шел удивительный июльский день, когда за окном моей кельи разворачивалась гроза, а мне захотелось вернуться в эту удивительно прекрасную ужасную визуальную новеллу, тем более негоже оставлять ее незавершенной. Итак, один из финалов. Я обещала вообще их как-то объединить в одну серию, но все-таки, наверное, выпущу их поодиночке. Ибо все-таки Коджи сидит в машине и очень много его ждет впереди, и, наверное, даже я устану это читать. В любом случае, ребята, если вы не знаете, о чем идет речь и что за песня Саи вообще появилась на канале, загляните в плейлисты, вы там найдете данный плейлист, с которым сможете ознакомиться. Но запомните, я не рекомендую просмотр данного видео лицам младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой. И это весьма неспроста, ибо визуальная новелла это кровь-кишки садомия. Ну, возможно, если так. Очень-очень-очень-очень-очень узко ее характеризовать. Ладно, в любом случае, один из наших главных героев уже просто засиделся на месте, а мне надо читать. Итак, всем приятного прослушивания. Сломанный указатель неожиданно появляется перед фарами аккорда, словно призрак из темноты. Кажется, это конечная станция. Коджи заехал за ворота и выключил мотор, окунаясь в тишину леса. Его мобильный незамедлительно зазвонил, конечно, от кого шел звонок, было очевидно. Я здесь. Да, я слышал тебя. Добро пожаловать в мой новый дом. Фуминори был близко, достаточно близко, чтобы слышать звук мотора. Возбуждение пробежало по спине Коджи. Заходи внутрь. Ее ждет. Фуминори незамедлительно повесил трубку. Забрав из бардачка свой новый фонарь и удостоверившись, что револьвер оставался в кармане, Коджи открыл двери, как следует хлопнув по багажнику. Риока не требовалось дополнительных объяснений. Поняв, что лампочка в салоне останется гореть, оповещая, что дверь и багажник не запертый, Коджи быстро выкрутил лампочку, а затем вышел из машины, наигранно хлопая дверью. Горы мусора выстраивались перед входом, создавая удобную баррикаду. Коджи заметил различнейший мусор. От мелких холодильников и запчастей от машин до кусков бетона и пластика, которые говорили о том, что строительство было полностью заброшено. Факт того, что они ушли, оставив все это просто так, говорил об удаленности этого места. Бросив взгляд на багажник машины, Коджи не заметил каких-либо движений внутри. Риока знала свое дело. Она собиралась дождаться того момента, когда Фуминори сфокусируется на Коджи и сделает свой ход. Луна светила ярче, чем обычно, позволяя Коджи пройти через передний двор, ни на что не налетев. Он осторожно направился к зданию, находящемуся за горами мусора. Что-то находилось глубоко под мусором, так как весь двор был заполнен резким запахом химикатов. Даже бездомные не сунулись бы сюда и тем более не решились бы жить здесь. И если кому-то потребуется сбежать в дикие места, есть места гораздо лучше, чем это. Когда он достиг прохода, ведущего внутрь, Коджи осмотрел преодоленный путь. Его аккорд, припаркованный у ворот, был идеально спрятан за кучами мусора. Даже если Фуминори наблюдал изнутри санатория, он не смог бы увидеть то, как Риоко вылезет из багажника. Ей должно удастся застать его врасплох. Сколько раз ему доводилось стоять одному в зловещей тишине, так не похожей на его обычную жизнь. Красса в заброшенные тихие дома и находить там невероятные вещи уже стала обычным делом для него. Дома, которые он исследовал ранее, хоть и были ветхими и пустыми, но в них обязательно сохранялись следы жизни. Они напоминали сброшенные цикадами оболочки. Однако это место было другим. Это здание было абсолютно заброшенным. Его стены и столбы возвышались в темном лесу, словно армия призраков, не сохраняя ни малейшего признака того, что здесь когда-то были люди. Это здание скорее напоминало скелет, чем оболочку цикады. Время и природа разрушили его прежнюю оболочку, и теперь осталась лишь видимость смерти. Коджи зашел слишком далеко. Это место должно стать последней чертой. Что предпримет Фуминори? Он определенно попытается избавиться от Коджи, но как? Так... Коджи уже собирался включить фонарь, но передумал. Если он будет блуждать с ним, можно будет легко предсказать его местонахождение. Это даст преимущество Фуминори, который, скорее всего, организовал засаду. Он выставил перед собой фонарь и револьвер, оставляя пальцы на курке и в включателе, и направился вперед. Небольшая сноска от меня, перевод дикий, просто отвратительный. Огромное количество ошибок в тексте и странный перевод. Я пальцы на курке и в включателю? Ха, ладно. Удерживая оружие и фонарь в одном направлении, он мог в любой момент включить свет и прицелиться туда, куда ему будет нужно. Коджи вошел в темное помещение. Некоторое время его глаза привыкали. К счастью, лунный свет проходил сквозь пустые окна, что облегчало ему путь. Все выглядело серым и расплывалось. Однако Фуминори приходилось мириться с теми же условиями, если он прятался здесь. Это было настоящим испытанием на стойкость. Первый, кто издаст какой-либо звук, откроет свое местонахождение противнику. Может потерять все. Все комнаты в коридоре были открыты. На многих также отсутствовала дверь. Коджи проскальзывал мимо каждого входа, проверяя, нет ли кого-нибудь внутри. Химическая вонь, которую он почувствовал у входа, менялась. Теперь больше воняло чем-то органическим, вроде гнилого мяса. Точно такой же запах был дома у Фуминори. Плоть организма — это очень твердая субстанция, которая может двигаться не в одном направлении, а во всех. Это значит, что резать или прокалывать ее практически бесполезно. 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 Коджи сжал зубы и заставил себя выкинуть слова безумца из головы. Что они могут дать ему? Сейчас не время на подобную... Шлеп. От неожиданного шума Коджи застыл и уставился в коридор. Это был мокрый звук, словно кто-то передвигал ногами в топком болоте, а затем вошел в комнату в конце зала. Там что-то было, что-то, что может издавать звуки. Двигаясь как можно тише и удерживая фонарик вместе с пистолетом, Коджи подбирался к источнику звука. Хлюп, хлюп. Теперь звук скорее напоминал хлюпанье грязи между пальцами. Подобравшись ближе, Коджи отчетливо различал какое-то животное дыхание. Это Фоминори? Нет, это невозможно. Он должен был удерживать дыхание как можно тише, ожидая шанса напасть на Коджи. Он бы не стал так бездумно шуметь. Звук, доносившийся из трещин в бетонных стенах, становился все четче и четче. Коджи обнаружил себя стоящим у входа в комнату. Как и все остальные комнаты, она была скрыта темной за навесами мрака. Однако здесь был не просто мрак. Здесь определенно что-то есть. Он четко слышал сбивчивое дыхание, которое могло издавать раненое животное. И кроме того, звуки, напоминающие плач. Плач? Кто здесь? Прошептал Коджи в темноту. Теперь, раскрыв себя речью, он мог включить фонарь, но по какой-то причине Коджи не желал делать этого. Плач. Последний раз, когда я слышала ее голос по телефону, она плакала. Коджи, ты дурак. Сноска от осины. Неожиданно сопение прекратилось, словно то, что было там, задержало дыхание. И затем... Коджи кон... Шепот послышался из темноты. Но это был не человеческий голос, его невозможно было назвать человеческим. Он походил на извращенное подобие нормальной речи. Кошмарная вспышка прозрения соединила точки в разуме Коджи. Коджи кон... Цукаба. Не может быть. Цукаба Йо не могла издавать подобных звуков, она не могла так пахнуть. Коджи кон... Прошу, убей меня. Если это не Йо, то откуда оно знает его... Ее имя? Его имя. Почему оно просит его о помощи? Коджи кон... Даже учитывая это, оно не могло быть Йо, она человек, она бы не стала ползать тут и там, словно склизкое мерзкое создание, прячущееся в темноте. Мне больно. Мне... Все время больно это дело. Помоги мне, Коджи кон... Существо подползало все ближе к Коджи. Его разум взывал к нему, говоря включить фонарий. Или пока еще не слишком поздно развернуться и убежать. Однако Коджи был не в состоянии сделать что-либо вменяемое. Он мог лишь напрасно взывать к бесформенному существу, ползущему в темноте. Это ты, Цукабо! Эй! Ты точно, Цукабо! Дай мне умереть! Хватит! Прошу, убей меня! Что-то мягкое и липкое проскользнуло по ботинкам Коджи. Инстинкты полностью взяли верх, заставляя его включить свет и посветить себе под ноги. Белый луч света озарил все, беспощадную правду, которая окончательно пошатнула рассудок Коджи. Страх оставил в его уме лишь два слова — пистолет и курок, которые бесконечной цепью проносились через его сознание. Его указательный палец полностью подчинился его мыслям. Мгновенная вспышка света и сильный шум превзошли ожидания Коджи, но вскоре были быстро поглочены все той же тьмой. В ушах у него все еще звенело после выстрела, но он услышал слабый голос, снова исходящий из темноты. Больно! Коджи заорал и отчаянно надавил на курок снова и снова, веря, что спасение может находиться лишь его в собственной руке. Цвет и тьма, тишина и взрыв — все перемешалось еще несколько раз. Коджи даже не нужно было целиться, его ужасающий враг находился прямо у его ног, слишком близко, чтобы промахнуться. Коджи рёк и предупреждал его о количестве пуль, оставшихся в револьвере, эта информация была уже позабыта его сознанием. Даже когда холодный тяжелый мрак отбился вокруг него снова, Коджи продолжал давить на курок, словно одержимый, не обращая внимания на щелчки пустого, бесполезного револьвера. Словно его тело осознало, что ровно стоять в этой ситуации абсурдно, повалилось, роняя Коджи на пол. Все еще сходя с ума, он продолжал стрелять из пустого пистолета, уже сидя. Он не знал другого способа, чтобы стереть это существо из памяти, которую он видел лишь на секунду в луче фонаря. Фонарь же, упавший из его рук во время атаки, теперь лежал на полу, указывая совершенно в другое место. Четыре пули, выпущенные пальцами Коджи, должны были попасть точно в цель, неся достаточно силы, чтобы убить любого человека четыре раза. И они были его последним козырем. Это означало, что теперь он сидел один в абсолютной темноте, без всякой возможности защитить себя. И когда он осознал это, масса холодной, гниющей плоти захлестнула его, словно приливная волна. Больно, 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 больно. Он не мог даже закричать. Коджи был поваленным на спину, а страх сжимал его горло железной хваткой. Он отчаянно сопротивлялся этому существу, которое ползло по его телу, подбираясь к голове. Закрывая лицо левой рукой, он буйно рыскал по полу правой в поисках выхода, которого не существовало. Избавленный от всего, кроме природного страха, его разум походил на яростного зверя. Скорее всего, по этой причине, его правая рука инстинктивно распознала оружие в твердом предмете, который попал в нее. Приложив всю силу, Коджи замахнулся тяжелым предметом создания, сидящее на нем. С мокрым всплеском воды существо упало с Коджи. Как только он смог снова двигаться свободно, Коджи вскочил на ноги и схватил свое новое оружие обеими руками, словно оно являлось лучшим оберегом от зла. Теперь он понял, что держал кусок ржавой стальной трубы. Оно снова заплакало. С ревом. Поглощенный тем же отчаянием, как и когда он стрелял из пустого оружия, Коджи наносил своему противнику удар за ударом. После десятого удара оно перестало сопеть. После двадцатого перестало двигаться. И после тридцатого звук ударов становился таким, словно он бьет по какой-то липкой жидкости. Коджи не останавливался. Пока не понял, или скорее к нему вернулась достаточная рассудка, чтобы понять, что что бы это ни было, в нем не осталось жизни. Труба в его руке, покрытая неразборчивой жидкостью и грязью, неожиданно стала невыносимо тяжелой. Ты все еще не видел самого страшного. Голос Риока прошелся у него в голове. Теперь он понимал, как снисходительны были ее предостережения. Теперь его глаза были так же открыты, как и ее, и он мог презрительно посмеяться над собственной глупостью. Двадцать лет воспоминаний, которые он приобрел, как тонах Конжи, и если бы они были дороги ему, он бы никогда не пришел в это место. Черный огонь отчаяния поднимался внутри него, пожирая все остальные эмоции. Недовлетворившись, он продолжал полыхать, пока его неконтролируемое пламя заставит кровь закипать. Конжи почувствовал приступы гнева. В этот момент его наполняла ненависть и ярость к человеку, который отравил его разум жестокой правдой и вырвал его невинность корнями. Но затем Конжи, поглощенный ненавистью, услышал дыхание кого-то, кто подкрадывался сзади. Конжи обернулся, замахивая стальной трубой со всей силой, которая у него только была. Его враг поспешно отпрыгнул назад, отклоняясь от атаки. Он не ожидал, что его неожиданная атака будет раскрыта и провалена. Изгибчивые тени плясали в луче фонаря, лежащего на полу. Готовя свою трубу для следующего удара, Конжи пристал перед своим вторым оппонентом. Сыки-сако-фу-минория! Конжи не мог подумать, что ему доведется произносить имя своего старого друга с подобной ненавистью. Эй, полегче! Ты что, хочешь убить меня? Даже сейчас фу-минория улыбался, словно большой топор в его руках был своего рода шуткой. Эй, честно говоря, я думал, ты будешь колебаться чуть дольше. Ты думал, я буду колебаться против тебя? Да! Конжи также ухмыльнулся, не в силах сдержать свое презрение к бредовой идее фу-минория. Как ты убила ум и ублюдок? А, точнее, извините, как ты убила ум и ублюдок? Что ты сделала с цукабой? После всего, что ты сделал, ты ожидал, что я подумаю дважды перед тем, как убить тебя? Это моя фраза, Коджи, сказал фу-минория низким голосом, грустно глядя на кучу мяса, которую Коджи только что забил до смерти. Как ты посмел сделать такое с моей ее? Ты будешь страдать десять раз больше, чем она, до того, как я убью тебя. Приготовься. Лезвие топора фу-минория рассекало тьму, угрожающей блестя в слабом свете, исходящем от пола. Коджи удерживал свою трубу, блокируя сильную атаку фу-минории. Шок от тяжелого удара проходил по рукам, но его большие размеры позволяли отбиваться от топора, не уступая места. Топор взмывал на Коджи во второй и в третий раз. Оружие фу-минория было сделано для практических целей и было очевидно сильнее и удобнее, чем кусок трубы, который Коджи случайно нашел на полу. Защищаясь от топора фу-минория, у Коджи не было возможности для контратаки. Каждый удар, который он блокировал, заставлял куски ржавчины отлетать от металла. Ублюдок! Коджи удалось заблокировать сокрушающий удар, оттолкнуть фу-минории до того, как тот оттащил свой топор назад, заставляя его потерять баланс. Спотыкаясь, фу-минория перемещает ногу, чтобы восстановить баланс. Воспользовавшись временной слабостью противника, Коджи наносит низкий удар по бедру фу-минория. Это прямо-таки... Мортал Комбат. Фу-минори кряхтит и отступает, размахивая топором, чтобы не дать Коджи продолжить атаку. Однако Коджи не собирался давить. Он все так же стоял на своем месте, пронзая фу-минория взглядом. Тебе нечасто приходилось драться, не так ли? Фу-минория с ревом начал еще одну атаку, но боль его на правой ноге замедляла его движение. С легкостью блокируя топор его трубой, Коджи ждал, пока фу-минория устанет. «Умри, умри!» Безумно вопя фу-минория наносила удар за ударом. Однако эта битва уже стала такой, где победитель решается не группой силой, а самообладанием. Когда фу-минория в очередной раз замахнулся топором, Коджи заметил, что его действия стали достаточно медленными. Уловив момент, Коджи бросился на фу-минория и схватился за ручку топора левой рукой. Пока фу-минория оправлялся от неожиданности, Коджи направил свой удар в незащищенный бок противника. Он почувствовал хруст ломающихся рёбер. Боль заставила фу-минория опуститься на колени. Глядя сверху на беззащитную голову фу-минория, Коджи был сам на мгновение удивлен отсутствием всяческих эмоций, замахиваясь рукой для нанесения завершающего удара. В этот момент что-то обвелось вокруг его левой ноги. Что? Коджи моментально запаниковал от неожиданного ощущения. Что-то мягкое, но сильно обвелось вокруг его правой ноги и потянуло на пол, до того, как он смог сопротивляться. Он крутил телом и пытался попасть стальной трубой по невидимому врагу, находящемуся сзади. Но его правая рука также была захвачена той же гибкой силой. Сперва он не смог почувствовать это сквозь штаны, но теперь его кровь похолодела, когда скринское существо обвелось вокруг его пояса. И этот монстр все еще... Так, Сая... Сказал Фоминори ободренно. Даже стоя на коленях с лицом, искаженным от боли, он мог ужасно победоносно улыбаться. Сая... Это тварь. Коджи отчаянно дергался, стараясь освободить конечности от ужасной хватки этого создания. Но все больше и больше щупалец захватывало его тело, словно змей отнимая у него свободу движения. Ужас практически цвел Коджи с ума. Лишь представляя внешность существа, атаковавшего его, было достаточно, чтобы угрожать его здравомыслию. Его крик был резко прерван мерзким отростком, сжимающим его горло. Эта смертоносная щупальца не просто мешала ему дышать и проводить кровь к мозгу. Оно пыталось оторвать ему шею, сжимая ее все туже и туже. Я умру. Последняя мысль проносилась его затуманившимся сознанием. Как неожиданный взрыв вернул его к чувствам. С ужасающим, нечеловеческим криком создание отпустило Коджи и стало оттягивать свои щупальца. Первую вещь, которую он увидел, восстановив свою свободу, была и око, бегущая по коридору, с дымящимся дробовиком в руке. — Сенсей! — Риока ответила броском серебряного термоса Коджи, лежащего на полу. Это был тот самый термос, который он видела в ресторане. Его она называла секретным оружием. — Облей! Из него эта тварь! — скомандовала Риока Коджи. В тот же момент она нацелила свою пушку на Фоминория, стоящего на коленях в пяти шагах от нее. В обрезе был еще один патрон. Монстр, что атаковал Коджи, корчился в агонии, но все же восстанавливался от выстрела Риока. Он уже видел, что простых пуль недостаточно, чтобы убить такое создание. Теперь был его единственный шанс. — Ты... что ты делаешь? — сжимая зубы от боли, вызываемой сломанными ребрами, Фоминори смотрел на Коджи и Риока. Заставляя себя успокоиться, Коджи встал и осторожно открутил крышку термоса. У него не возникло даже мысли о том, что внутри могло быть что-то очень опасное. Как только крышка слетела, плотный белый дым повалил из термоса, окружающий воздух моментально похолодел. Это... Догадываясь о содержимом, Коджи грубо швырнул термос на кучу плоти, конвульсирующую на полу. Термос пролетел по воздуху, оставляя белый дым. Словно дымовая граната, жидкость разбрызгалась по существу, валяющемуся на полу, словно святая вода. Его крики буквально стали воплями смерти, несравнимые с предыдущими. Вы уж простите, что я не ору, когда орет Сая, но просто меня не поймут мои соседи, как мне кажется. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Укутанный в белый дым монстр корчился в агонии. К его крикам присоединилась хихиканье Риока. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как тебе это? Минус сто девяносто семь градусов! Холодно, горячо? Теперь ты не такой крутой! Скорее всего, для Риока победить ее кошмар было достойным того, чтобы поджертвовать рассудком. Ее выражение лица во время ее маниакального смеха четко показывало, что она уже не в своем уме. Ты сволочь! Я убью тебя! Фламинори поднимается на ноги, выкрикивая проклятие. Его ярость словно пересилила боль от сломанных костей. Риока прекрасно понимала угрозу, которую нес его топор. Ее безумный смех ушел, оставив лишь холодную улыбку, когда она нажала на спусковой крючок. С короткой вспышкой черного пламени дробовик щелкнул и заглох. Че! Риока, не разбираясь в огнестрельном оружии, не разбиралась в огнестрельном оружии, она не знала, что патроны нужно хранить в специальном месте. В любом случае, она всегда понимала, что может быть ситуация, в которой ее пушка окажется обязательной для ее выживания. Что она хранила там, где повышенная концентрация была воды? Ну ладно. Ругаясь от гнева и тревоги, Риока разломила обрез, а неуклюже достала гильдию. Тем временем, Фу Минори бежал к Риока, словно мстящий демон, неся топор на уровне пола. Это плохо! Кот же попытался броситься к Фу Минори, но лишь снова скатился на пол. Один ботинок застрял в полу, оставляя его бездвижным. Он понял, что жидкий азот, который он вылил на саю, также заморозил весь пол вокруг него. Пока Риока рылась в карманах в поисках нового патрона, Фу Минори сократил дистанцию и поднял топор обеими руками. Черт! Кот же ругался и вырывал свой ботинок из замороженного бетона, но ему не удастся сделать это вовремя. Риока втолкала новые патроны в дробовик и привела в боевое положение, а затем подняла глаза. В поисках цели. Фу Минори был прямо перед ней, слишком близко, чтобы углониться, а его топор уже внесся вниз, завывая в воздухе. Прекрати! Звуки ломающихся костей, рвущейся ткани и разрывающейся плоти смешались вместе в одну отвратительную симфонию. Ах! Толстое лезвие прошло через левое плечо Риока, проломывая ключицу и лопатку, раздрабливая несколько ребер и входя в легкое, пока не остановилась в центре грузины. Ее лицо застыло в шоке от удара. Риока выпустила струю крови изо рта. Она должна была умереть с раду, но благодаря какой-то невообразимой силе воли Риока ухватилась зажить еще на несколько секунд. Сжимая кровавленные губы в обмылке, она подняла свой дробовик. Не вперед, а в сторону. Перед дулом пушки, наполовину замороженной, окутанной ледяным туманом смерти, слабо дрожала Сайя. НЕТ! Двенадцатикалиберный обрез заглушил крик Фуминори оглушающим взрывом света, прозвучавшим гораздо сильнее, чем револьвер Коджи. Разрушение было абсолютным. Выстрел дробовика полностью снес часть тела Сайи, попавшего под жидкий азот. Замороженные частицы Сайиной плоти рассыпались по полу словно снег. Даже особенное строение Сайи не позволяло залечить рану такого размера. Почти половина ее тела исчезла, а из раны посыпались внутренностью. Поток жидкости, слизи и жира, цвет которого не был похож ни на один привычный. Монстр бился в конвульсиях, завывая слабым, жалостным голосом. Сая. С топором в теле Риока Фуминури смотрел на умирающее создание. На его лице отсутствовали какие-либо эмоции. Коджи схватил трубу и приготовился атаковать Фуминури со спины, но остановился, когда увидел пустоту в лице человека, которого он ненавидел как убийцу. Фуминури вытащил свой топор из тела Риока, затем взглянул на Коджи со стеклянными глазами, словно не понимал, кто перед ним. Когда Коджи встретился с пустым взглядом Фуминури, он уже знал, больше не оставалось ничего, что можно было бы убить Фуминури. Фуминури схватил топор и поднес ближе к голове, поднимая его, выставляя стрием к лицу. Коджи не знал, нужно ли ему вмешиваться, но даже если бы он захотел, то что он мог сказать, чтобы остановить Фуминури? Фуминури медленно, но уверенно отодвинул голову назад, затем погрузил свое лицо в лезвие топора, словно заведенный хруст. Его череп вошел с тупым, мокрым звуком, и брызги крови долетели до лица Коджи. Несмотря на отсутствие каких-либо колебаний у Фуминури, его первая попытка к суициду лишь превратила его лицо в пуске алого месива. Фуминури наклонил голову назад еще раз, даже медленнее, чем раньше. Затем, со всей силы, оставшейся в его теле, ударил по окровавленному топору. Звук был влажный, был более влажный, чем до этого. Фуминури упал на пол, лицом вниз. Коджи смотрел на два искалеченных трупа какое-то время, чувствуя себя оставленным позади, словно он даже не понимал, зачем он стоит здесь с куском стальной трубы в руке. Затхлый воздух, наполнявший разрушенное здание, пропитался запахом крови, а алые лужи плавно растягались по покрытому снегом полу. Все, все же спокойствие сцены заставляло подумать, словно они нарисованы. Мягкий, скользкий звук прервал тишину. Коджи посмотрел на смертельно раненого монстра, словно он только что вспомнил, что он был здесь. Существо явно было одной ногой могилы. Даже так оно двигалось. Медленно, слабо оно тащило свое разломанное тело через море крови, покрывающее пол. Оно двигалось к Фуминури. Коджи, забывший свой гнев, неожиданно ощутил его в полной силе. «Умри!» Коджи закричал и проткнул монстра концом своей стальной трубы. Оно затряслось в агонии, но продолжило ползти в сторону Фуминури. Коджи обезумел от ярости. «Умри! Просто умри! Иди к черту от Фуминури!» Снова и снова он беспомощно бил кучу плоти своей трубой. По какой-то причине ему казалось, что если он не оставит ее здесь, он по-настоящему проиграет. Однако монстр ни капли не уступал ударам Коджи и наконец достиг тела Фуминури. «Не трогай его! Не трогай Фуминури! Ты тварь!» «Кто, черт подери? Кто, черт подери, ты думаешь?» На грани плача Коджи продолжал яростно махать своей трубой. Липкая жижа монстра разлеталась по воздуху, смешиваясь с кровью, уже покрывавшей его лицо. Существо вытянуло одно тонкое дрожащее щупальце, прикоснулось им к плечу Фуминури, а затем нежно погладило его окровавленную щеку. Тогда оно перестало двигаться. Даже в его последний миг чудовище не отпускало Фуминури. Оно умерло вместе с ним. Наконец Коджи понял, что он потерял все и навсегда. «Хей!» Омми говорила с энтузиазмом, щелкая костями на лице. «Почему бы опять нам не отправиться в этом году куда-нибудь, где можно покататься на коньках?» Некоторые куски ее тела отсутствовали, словно что-то жевало ее. Это делало ее гораздо тоньше. Раньше она волновалась о своем весе, но теперь ей не нужна была диета. «Ха-ха-ха!» Фуминури смеется над бредовым предложением Олми. «Точно!» «Ты ведь только начала кататься на коньках!» Его голос звучит изумленным, но по его лицу сложно сказать о его выражении, так как оно было разрублено топором на две части. «Не думаю, что в такое время на льду будет много новичков!» «Когда я была маленькой, мне было страшно. Эти коньки выглядели как острые лезвия». «Угу, я знаю. Если кто-то пнет тебя по лицу этой штукой, ты, скорее всего, кончишь, как я». Олми и ее засмеялись над глупой шуткой Фуминури. Ее никогда не смеялось так жизнерадостно. Теперь, когда они с Фуминури были официально любовниками, она выглядела по-настоящему счастлива. «Но ты смогла убить его с первой попытки?» «Это поразительно, Олми-чан!» «Это не так уж и отличается от размахивания бейсбольной битвы. Ты сильно размахиваешься и используешь вес топора для нанесения урона». «Так сказал Фуминури, я послушалась его и попробовала убить его разок. Это было весело!» «Что это за странное чувство? Что-то не так. Хотя Коджи не мог точно сказать, что». «Я бы хотела взглянуть на то, как еле Олми-чан!» «А, вот оно что!» «Когда он видит завистливую улыбку Йоу, Коджи окончательно понимает, что не так!» «Эй, Цукаба!» «Что случилось, Коджи-кун?» «Почему лишь ты выглядишь нормально?» Йоу вопросительно наклонила голову, условно не понимала, что он имеет в виду. «Нормально? Я всегда такая?» «Но тогда ты была...» «О, я поняла!» Йоу понимающий ковнула. «Ты говоришь о том, когда я выглядела иначе, чем ты, это было так давно!» «Это было?» «Конечно!» — ответила она, отбивая ошламление Коджи с необычайно бодрой улыбкой. «В конце концов, теперь ты один из нас!» О, верно. Коджи взглянул вниз и удовлетворился увиденным извивающимися щупальцами, которые были на месте его рук и ног. Знаете, такая небольшая отсылка, мне кажется. Ну, хотя вряд ли отсылка японцу. Ну, фиг знает. К этим зловещим мертвецам. Теперь ты один из нас, ты будешь с нами. Когда он открыл глаза, его подушка и матрас были влажны от пота. Всегда был один и тот же кошмар. Он не знал, сколько раз он уже его видел. Но, по крайней мере, он уже не просыпался с криками. Удерживая раскалывающуюся голову, Коджи сел на кровать. Сейчас четыре утра. Сна было явно недостаточно, но, скорее всего, он уже не уснет этой ночью. В любом случае, настало время покурить. Полная пачка позволит ему протянуть до рассвета. Куда он засунул пакет, что принес вчера? Коджи сонно бродил по своей дыре. Где, однако, его поджидал еще один старый друг. Ты отвратительно выглядишь по правде. О, сенсей, вы тоже здесь? Искалеченное тело Риока сидело на столе. И выглядело так же смертельно бледно, как и всегда. Она медленно отпивала кофе из чашки. Ты страдаешь каждую ночь? Готова поспорить, ты не высыпаешься? Это не совсем так, мягко сказал Коджи, усаживаясь напротив нее. Если я выпью снотворного, то это обычно помогает, по крайней мере, сейчас. Галлюцинации наподобие этих давались ему легче, чем бесконтрольные сны, вроде тех, что он только что испытал. Хотя они должны были беспокоить его больше. Если бы ты послушался меня тогда, то тебе не пришло это так мучиться сейчас. Давайте не будем об этом, что сделано, то сделано. Хм. Риока засмеялась, улыбаясь, как всегда, жестоком и уникальной улыбкой, которой она пользовалась, когда была жива. Ее левая рука выходила из рассеченного плеча, болтаясь, словно заброшенная ветряная мельница. Вот как? Похоже, ты привык к этому. Вы ведь были такой же, не правда ли? Вы даже жили большую часть времени, как элитный нейрохирург. Если ты сохраняешь внешний вид, то это не так уж и трудно. Тело, пожалуй, плечами, если это можно было так назвать, учитывая его состояние, отхлебнуло еще глоток от кофе с гримасой отвращения. Но знаешь, скорее всего, дальше будет только хуже. Время лечит эмоционально и рано, но в случае с тобой ты скорее был отравлен. Наверное, она права. Все спят по ночам. Неважно, как много он забудет, но кошмары будут всегда впиваться в коджи с новыми силами. Безумие, родившееся в его сердце, будет расти, пока однажды не поглотит все, что осталось в нем. В моем случае я учился у вас, я готов ко всему. Но, правда? Коджи кивнул, хитро улыбаясь. Затем встал и ушел в ванную. Там он достал оружие, спрятанное за зеркалом. Это был револьвер Аугая. Сувенир, который коджи принес той ночью из другого мира. Это было тяжело, но я все же нашел кое-кого, кто помог мне с этой штукой. Я купил патронов. Веришь или нет, но амуниция дороже, чем само оружие. Как тебе это? В зеркале коджи увидел, как рано Риоко выворачивается наизнанку. Она подняла кружку, словно пыталась проверить возможности коджи. Итак, сколько патронов ты купил? Всего одну. На этот раз коджи пожал плечами. Он сделал это обеими плечами, сразу, словно показывая превосходство, как выживший. Понимаешь, я не хочу оказаться в ситуации, где мне понадобится более. Труб в зеркале кивнул, хотя это выглядело весьма странно. Ты и вправду понял это, Тонакку? Наступила короткая тишина. У коджи не было особого желания впадать в меланхолию с трупом. Эй, сенсей! Дайте кофе отдохнуть. Если хотите, я поставлю новый. Когда коджи повернулся во время фразы, он понял, что в столовой не было никого, кроме ночной тишины. Тем самым коджи наконец вернулся в разумный мир. Он зажег первую сигарету и сделал глубокую затяжку. Пока он сидел один у себя в лачуге, покуривая, он смотрел на оружие в его руке. Он знал, что стоит на краю обрыва. Последней чертой была Риока, которая только что говорила с ним. Пересекая эту черту, у коджи не оставалось ничего, чтобы защитить свою душу. Теперь, когда иллюзии Аугая Масахика и паранойя Танба Риока стали осязаемыми кошмарами, он знал, что такое на самом деле безумство и отчаяние. Даже в реальном мире Сокисаков у Минори разыскивался за несколько жестоких убийств. Вскоре кто-то обнаружил склад человеческого мяса в пустом доме Сокисаки и Сузуми. В обоих холодильниках были найдены остатки Сузуми Йосуки, его жены и дочери Эдекахаты Олми. Они нашли одежду и другие следы Цукабы Йо, но не смогли найти ни частей ее тела. Этот факт делал кошмары коджи еще более яркими. Доктор Танба Риока из университетского госпиталя таинственно исчезла в это же время. Так как она была главным терапевтом Фуми Нори, полиция расследовала ее связь с его преступлениями. Что касательно двух тел, тайно похороненных на заднем дворе одиноких руин, «Что ж, скорее всего их никогда не найдут, а этот инцидент останется нераскрытым». Лишь кот же знал, что случилось на самом деле. И у него не было желания открывать правду другим. Не сейчас, никогда. Записью Оугая имели смысл, как и все остальное. Что за дурак сказал, что люди созданы богом? Те, кто верит в ценность бесполезных вещей, вроде людской мудрости или доблести, с счастливчики, которые еще не заглядывали в бездну. Коджи уже не разделял землю с теми, кто был благословлен таким неведением и невинностью. Он знал, он был испорчен безумством, называемым правдой, и он уже никогда не сможет верить снова. Если он был отравлен, то этим ядом была сама правда. Как и чистый кислород вреден для тела, голая правда способна разрушать людские умы. Кислород становится воздухом, лишь когда в него добавляют в пять раз больше азота, так же и с правдой. Лишь разбавляя ее ложью и принимая маленькими порциями, люди могут сохранить душевное равновесие. Я хотела осознавать, что каким бы безумным ни стал этот мир. Слова, однажды сказанные живой Танбриока, пролетели у Коджи в голове. У меня всегда была бы возможность сделать что-то, кроме испуганной беготни и крика. Без сомнения то, что она держала около себя, позволяло ей переживать сны каждую ночь. Коджи принял советы своей предшественности, предшественницы, близко к сердцу. Разумеется, он подготовился. Одна пуля всегда оставалась за зеркалом в ванной, обещая ему спасения. Вот и все. Вот такой вот финал. И я, кстати, хочу сказать, что он как раз-таки мой самый любимый. Он дико психоделический. И очень красивый. Мне нравится безумие, в которое я погрузился к Коджи. Немного неосознанно, потому что, в принципе, в большинстве своем плыл по течению и сам себя довел до подобного конца. Мне безумно жаль Тан Бориока, потому что в своем безумии она, наверное, была самым сильным и самым ярким персонажем для меня. Очень странно было вернуться в эту новеллу именно сейчас, когда как-то подзабылись немного все вещи, которые происходили с героями. Она замечательная, эта новелла. Немного странная, немного грязная, немного некрасивая и красивая. У нас остался только один финал, и он считается самым главным финалом, самым основным. Ну, а на данном моменте я с вами попрощаюсь. Большое спасибо за просмотр и за то, что вообще смотрели данную визуальную новеллу. Я знаю, что на моем канале были поклонники данного прохождения. Скорее всего, их уже, может быть, даже и не осталось. Но я решила, что нельзя оставлять обрубленным эти видео. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok